Следующий вопрос. Мой сын некоторое время встречался с девицей, далеко не целомудренной. Я протестовала, но сын не хотел меня слушать, к тому же в подпятии был. Я вела сама далеко неправедную жизнь к моему стыду, но сыну не желала бы таких знакомств, как-нибудь в таких ситуациях. Постоянно молю Господа, чтобы он вразумил сына. Тоже, к сожалению, как и предыдущему вопрошателю, я, наверное, Вам ничего не смогу внятного, вразумительного сказать, но уже по другой причине. Здесь я не могу сказать, потому что очень тонко здесь все. Не зная Вас, не зная ситуации, не зная Вашего сына, вообще ничего не зная, какие-то Вам советы давать, мне страшно. Как Вам быть в таких ситуациях? Я полагаю, что Вы, как мать, Вы гораздо лучше меня знаете, как Вам быть в таких ситуациях. Просто у Вас какое-то смущение и немножко растерянность, неуверенность. А вдруг я неправильно делаю, а может быть, вот по-другому сделать. И Вы ищите какого-то утверждающего слова от меня или от кого-нибудь еще, который бы Вас как-то укрепил в чем-то, в своих каких-то мыслях. Но в любом случае Вам самой нужно решать все проблемы, все эти вопросы, как быть, как. Потому что Вы знаете ситуацию в полноте. Даже если Вы мне здесь напишите длиннющее такое послание, где опишите ситуацию в подробностях, все, что нужно. Даже если в этом случае и то я все равно не всех тонкостей буду знать, что-то не буду вообще учитывать. Чему-то я придам большее значение, чем следует, чему-то придам меньшее значение, чем следует. И в итоге картина, которую Вы не обрисуете, она в моем сознании все равно будет неадекватна той реальности, в которой Вы живете. Поэтому мой совет будет куцем. К сожалению, наверное, ничего Вам не могу сказать. Кроме того, что Ваше сердце материнское, оно Вам наверняка подсказывает правильно. Молитесь, просите Бога в разумлении и поступайте, как-то действуйте. Помогай Господь!